Всем привет! По программе спортивно-патриотического клуба «Ярополк» любой желающий спортсмен клуба может поучаствовать в творческих конкурсах. Как правило, они приурочены государственным праздником России. Извиняемся за задержку. Сейчас я подведу итоги конкурса творческого, который был приурочен к празднованию Дню Великой Победы. Извиняюсь за задержку. Была уважительная причина, так как мы готовили серьезные мероприятия. Сборная России против сборной Московской области, посвященной памяти сотрудникам Альфа. Прежде чем я озвучу победителей, я хотел бы продемонстрировать вам работы наших детей. Продолжение следует... Обращаю ваше внимание, что все участники творческого конкурса получат памятный приз от клуба «Ярополк». Раньше мы делали кружки с символикой клуба и непосредственно с портретом того спортсмена, который делал данную работу. В этот раз с кружек мы решили перейти на тарелки. Теперь тарелки с изображением спортсмена я вручу каждому. И, соответственно, первые места в каждой возрастной группе, а работ было не так много, участвовали спортсмены всего лишь в группе 5-6 и 7-9. В 10-12 ученики не участвовало. Победители двух возрастных категорий получат у нас дополнительные спортивные призы от компании «Спортмастер». Итак, в группе 5-6 лет первое место я решил отдать Ермолаеву Матвееву. Обращаю внимание, что я стараюсь всегда быть честным и смотрю в первую очередь, чтобы ребенок выполнил работу самостоятельно. Вот он изобразил танк, вертолет, но вертолетов во время Великой Отечественной войны не было, но все равно надо отдать ему должное. В группе 7-9 лет первое место я решил отдать Шевченко Максиму. Через камеру плохо видно, но Максим изобразил здесь морской бой, как Советский Союз у нас разбивает фашистскую Германию. Следующий творческий конкурс у нас будет в следующем вечернем году, но в этом, в нынешнем 2021 году, как правило, он будет приурочен в Дню Народного Единства. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем еще, потому что мы всегда устраиваем праздники Дню Народного Единства к Новому Году, на 3 февраля, 8 марта и 9 мая. В 5 творческих конкурсах постараемся сделать что-то креативное на другую тему. Приходите в группе Работы. Продолжение следует...